Вы помните, что Иаков пасет овец, и Лаван пасет овец, и другие дети Лавана также пасут овец. И вот зарождается конфликтная ситуация. Овцы Иакова, скот Иакова здоровее. Он умножается. И умножается куда быстрее. Очевидно, что-то здесь происходит. Что же здесь происходит? Это очень просто. Бог Иакова благословляет. Лаван это понимает. И в 27 стихе Лаван говорит Иакову, «Я знаю, что Господь тебя благословляет. Так скажи, что тебе дать?» И в 31 стихе он повторяет эти слова. «Что дать тебе?» В 31 стихе Иаков говорит очень важную вещь. «Не давай мне ничего». Или буквально «ты мне ничего не сможешь дать». Фактически, он говорит, «не называй себя моим добродетелем». «Ничего ты мне не даешь». Я все зарабатываю сам. Но даже не сам. Бог мой добродетель. Бог мне все это дает, не ты. Этот же принцип мы уже видели в 14 главе книги Бытие, когда царь Содома хотел вознаградить Авраама. Авраам говорит, «Нет, я ничего от тебя не возьму». «Ничего не возьму, потому что я понимаю, мне воздает Бог». «Я ничего не буду брать», — говорит он, «у царя от другого города». Иаков понимает, что не Лаван его благословляет, а Бог. Иаков делает предложение Лавану. Основано это предложение на генетике разведения домашнего скота. Разбирается ли Яков в генетике? Нет. Он знает, что овцы и верблюды, и ослики определенного цвета рождаются чаще животных другого цвета. В этом он разбирается, по крайней мере, по своей ферме. И вот он делает предложение Лавану. Он говорит, «Я возьму овец и козлов и животных одного цвета, а ты возьмешь другого цвета». И в результате все хорошее приходит к Якову, а все самое плохое — к Лавану. Но вот что интересно и вот что странно. Кстати, это, пожалуй, самый странный фрагмент Священного Писания. Тут ничего не сделаешь, нужно это признать. В 37 стихе 30 главы Бытие 30-37. Мы узнаем, что Яков решил взять деревяшки, прутья, и использовать эти прутья для разведения животных. Он показывал различные прутья, различного цвета прутья животным, предполагая, что, увидев цвет прутьев, они как-то изменят систему своего воспроизведения. У них будут рождаться животные определенного цвета. Верил ли Яков, что есть здесь определенная связь? Да, верил. Было ли это предрассудком? Да, это было предрассудком. Было ли это истиной? Нет, это не было истиной. Говорит ли Библия, что так мир устроен? Нет, Библия не говорит, что так мир устроен. Здесь нам нужно остановиться и задуматься, и поговорить об этом подробнее. Потому что мы об этом уже немного говорили раньше в связи с Древом Познания и Древом Жизни, о которых говорилось в 3 главе книги Бытия. Мы говорили о том, как Адама и Еву изгнали из Эдемского сада, и Бог сказал о том, что если бы они съели от Древа Жизни, они бы жили навеки, жили вечно. Давайте вернемся в самое-самое начало. Можно ли, может ли быть такое, что в физическом предмете есть некое духовное свойство? Может ли быть такое, что естественный природный, естественный предмет имеет в себе сверхъестественные свойства? Конечно, может такое быть. Может ли быть такое, что у физического предмета есть духовные свойства? Конечно. Это относится к нам с вами. Мы с вами имеем физическое тело, но в каждом из нас есть духовное, есть душа. В этом физическом теле есть духовное свойство и духовное содержание. В физическом теле духовное содержание. Тело — душа. Бог так поступил с нами, Бог мог так поступить с деревьями. Он так поступил с деревьями. Древо знаний, познание добра и зла, древо жизни. Бог поступил так с каждым человеком. В физическом теле — духовное содержание. В физическом — духовное. В физическое обличчено некое духовное значение, духовный смысл. Бог так поступает. Что же такое предрассудок? Предрассудок возникает тогда, когда мы считаем, что физический предмет имеет в себе духовную реальность, которую он на самом деле не имеет, или духовное значение, которого он на самом деле. Не имеет. Есть реальные моменты, реальные ситуации, хотя их немного, но они все-таки есть. Когда Бог наделяет физический предмет духовным смыслом. Кстати, точно так же он поступил с Ковчегом Завета. Ковчег Завета — физический предмет, но он имел духовное значение, духовный смысл. Да, такое случается. Очень-очень редко, но случается. Такое было с Жезлом Моисеевым. Помните? Бог на это способен. Бог это делал в истории. Но предрассудок возникает тогда, когда мы полагаем, будто это происходит повсюду. Здесь, в вашей стране, мне здесь нужно быть очень аккуратным, я все-таки здесь в гостях, мне нужно говорить с огромным уважением. Но, насколько я понимаю, в вашей стране доминирующая религия, преобладающая религия, наделяет духовным смыслом физические предметы, которые этого смысла не имеют. Наделяет духовными качествами физические предметы, которые этих качеств не имеют. Это не богопочитание, это не поклонение, это предрассудок. Мандрагоры не имели силы исцелить Илью или Рахиль от бесплодия. Нет, не имели. Точно так же и прутья не имели силы заставить овец приносить потомство определенного цвета. Это предрассудки. Но поймите, люди, о которых мы с вами говорим, это язычники. Эти люди так и не ушли от своего язычества. Эти люди только сейчас, только что начинают познавать единого истинного Бога. Они до сих пор не знают подлинного Бога. Именно об этом говорит Библия. Библия говорит о том, как познать подлинного Бога. Эти люди фактически в духовном смысле в детсадовском возрасте. У них многоженство. У них ложные ритуалы. У них предрассудки. А у них язычество и снаружи, и внутри. Не искоренено еще это язычество. И понадобится много времени для того, чтобы его искоренить. Об этом мы с вами читаем и ужасаемся. Но Бог ведь нас учит. Бог рассказывает нам о том, что случилось с людьми с этими. Нас это может возмущать. Нас это может смущать. Неверующие люди, читая это, говорят, «Ну вот, смотрите, Библия полна мифов, предрассудков». Нет, нет, нет. Библия нигде не говорит, что это правда. Библия говорит только, что в это люди когда-то верили. Бог благословляет. Бог наказывает. Бог превосходствует над этими людьми. Даже в тот момент, когда они считают, «Ух ты, магия! Ух ты, волшебство!» Нет, никакое это не волшебство. Это Бог. Через пару недель в Мюнхене состоится огромная-огромная вечеринка. Называется она «Октоберфест», «Октябрьский праздник». Я раньше жил в Мюнхене. У меня тогда был 4-летний сын. Моему сыну тогда было 4 года. Мы с детишками нашими, я с 4-летним сыном и мой коллега с 4-летним сыном тоже, ездили на этот «Октябрьский праздник». И мы их там катали на аттракционах. Вверх-вниз, вверх-вниз. Такие игрушечные машинки аттракционные. И у этой машинки обязательно есть руль. И мой коллега говорит своему сыну, «Держись за руль и рули. Рули в нужном направлении». Он, на самом деле, в некотором смысле издевался над ребенком. Потому что ребенок подумал, «Ой, если я сейчас плохо буду рулить, я улечу куда-нибудь в космос. Значит, мне нужно правильно рулить». А, конечно же, аттракцион никак не зависел от руля в руках ребенка. Ребенку казалось, что он управляет машинкой. На самом деле, ничем он не управлял. Люди того времени думали, что мандрагоры исцеляют от бесплодия. Они думали, что прутья меняют цвет овец. Нет. Все это делал Бог. Ни мандрагоры и ни прутья. Да-да, это очень странные фрагменты священного Писания. Но вспомните, пожалуйста, что эти люди жили 3,5 тысячи лет назад. У них были весьма странные верования. У современных людей тоже бывают странные верования. Меня иногда спрашивают, «Под каким вы знаком родились? Вы Скорпион? Ой, вы Скорпион! Как здорово! Как я рад! Вы Скорпион!» Предрассудки. Магия. Волшебство. Находятся люди, которые верят во все это и сегодня. И тем более нет ничего удивительного, что люди верили в это много лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok